Всем привет! Я делаю это видео, у меня голос более-менее тихий, потому что у нас сейчас 7 утра, на улице еще даже темно и мои мужчины спят. Я подумала, что я сейчас смогу сделать видео, кое-что вам показать. Я долго не показывала, что я купила. У меня очень много покупок. И я попытаюсь, знаете, делать видео и показывать, что же я такое накупила. Хочу сказать, что к счастью, та женщина, у меня недавно на канале был конкурс, и к счастью, та женщина мне написала, что она получила посылку. Женщина, она, Елена, она живет в Германии, и посылка ей пришла. Так что я сюда вставлю фото и покажу вам, что на самом деле она получила посылку. Ну, я имею в виду, я вставлю картинку со своего компьютера, где она это пишет, чтобы вы не думали, что это, знаете, я кидалась там словами или сочиняла эту посылку, чтобы набрать подписчиков. Абсолютно нет. Я, насколько я понимаю, что это понравилось. Так что вот это я хотела огласить, потому что я как бы замолчала, ничего не сказала насчет этого конкурса. Почему я не делала долгое видео, потому что моя жизнь как хомяк в колесе. Знаете, вот если вы видели хомяка, вот он бежит в этом колесе, постоянно вот это так, как выглядит моя жизнь. Я настолько уже чокнулась со всеми этими продажами, покупками, что у меня был на этой неделе поезд как к врачу. И я поехала, и я туда приехала, и они на меня такие глаза выставили и сказали, что у тебя вообще-то встреча с врачом завтра, а не сегодня. То есть, понимаете, я уже это мозгами поехала, потому что эти месяцы, вот это сентябрь, октябрь, ноябрь, это самые-самые такие месяцы, когда идут очень хорошо продажи на ebay. Итак, я начну, не хочу больше тянуть. Значит, я купила, не вижу, у меня, по-моему, нет это, вот так вот, вот так вот резкость. Значит, я купила такие макаки, как видите, не видит, не слышит и не говорит. Да, и это подсвечники, я считаю, что они где-то сделаны или 60-х годов, или 70-х. Они довольно тяжелые, одна эта штука довольно тяжелая, больше чем 2 кило, я бы сказала. Я их купила в Second Hand, ведь здесь написано Goodwill, и цена каждая была 4 доллара. Значит, я за них, за этих заплатила 12, они недешево оценили. Я их купила, потому что, не знаю, если здесь видно или нет, где-то здесь было написано, я уже не помню где, я их довольно давно купила, месяц назад. Я их еще не выставляла на ebay, но было написано, что это компания с Нью-Йорка, и я искала на интернете, я их не могла найти, но я увидела такие похожие на ebay, что они продаются где-то по 69. Я не знаю, если у меня их купят за такую цену, в общем, я их купила, чтобы выставить, и будет видно. Следующее, я хочу вам показать, что я в Second Hand купила абсолютно новые джинсы Levi's. Они их вывезли на тачке, это не то, что они там вот так вот висят. Здесь написано Levi's, все такое, и я думаю, что эти джинсы, они не пойдут за большие деньги. Я за эти джинсы где-то заплатила, где-то 5, 5 долларов. В магазине я не знаю, сколько стоит Levi's, потому что я их, я не ношу Levi's, я их не покупаю. Это мужские джинсы, это на большого мужчину. Вот здесь вот, хочу вам показать. Видите, здесь все абсолютно сделано на пуговицах. То есть, это не очень, конечно, удобно, человеку ставить эти пуговицы, застегивать туда-сюда, когда он ходит там в туалет, да. Поэтому я их выставила, они у меня, извиняюсь, стоят на ebay. Я не понял, за сколько их выставила, по-моему, за 40, но я думаю, что мне нужно снизить цену, потому что я хочу их продать, это на большого мужчину. Так, и сейчас, и вот эти джинсы, тоже, видите, новые, тоже 511 Levi's. Эти джинсы, я не 5 платила, 7, 7 плюс налог. Но на эти джинсы они мне сделали скидку в секонд-хенде, потому что я позвала менеджера, потому что вы видите, вот это вот. Я не знаю, или это дефект, или это так должно быть. Здесь вот какие-то нитки с них высовываются. Может, это такой дизайн, может, я этого не понимаю. Но, знаете, из дизайна, где уже там все порвано, и ты носишь как обноски какие-то. Может, я этого не понимаю. В общем, эти джинсы я купила, по-моему, меньше, чем за 5. В общем, полцены от этого. И когда я их не выставляла, и когда я их выставлю, я это, конечно же, укажу, вот это вот, и покажу на фото, чтобы человек видел. Я не знаю, если это дизайн или нет. Следующее, что я купила, это чисто для меня, это чисто сентиментальная вещь, потому что эта вещь у меня была в Советском Союзе. Мне ее, по-моему, подарила мамина близкая подруга, тетя Галя. Ее уже давно нет в живых. И я помню тот Новый год, это, по-моему, был 1984 год, когда к нам пришла в гости тетя Галя. И у нас было так весело. Бабушка сделала оливье. У нас этот напиток был из апельсиновых шкурок, если кто помнит. И мы сидели и смотрели это. Там начинался голубой огонек. И вот как сейчас помню, мне это так запомнилось. И вот эта вот штука. Сейчас я вам покажу. Я купила, она также сделана, по-моему, это шведский флаг, я не знаю. Kingdom of Sweden, Швеция. Я ее купила. Видите, цена в Second Hand была 1,99 доллара. В общем, плюс налог. Так, хочу показать для тех, кто, может, такой не имел. Что это такое? Тут даже свечки идут, видите? Они запечатаны. Моя эта штука в Советском Союзе, она была больше, имею ввиду, длинней. Так, поскольку я понимаю, что, может, даже здесь не все хватает. Я сейчас выключу, потом включу. Ну, чего, мне заняло где-то полчаса это делать. Ну, видите, что делается, что, когда ты сюда ставишь свечки и зажигаешь, то вот это вот, оно нагревает вот эти вот штуки. И вот это вот начинает тогда вращаться и делает вот такой вот звук. Слышите? Так что, вот это вот, это с моего детства. Я думала, как такое не купить, когда я его увидела? Потому что я его искала на ebay, чтобы с ebay купить я не могла. Никто такое не продает. Вот. И для меня это, знаете, кусочек моего детства. И сейчас вот, ну, не сейчас, а скоро будет Новый год. И вот это вот мне будет напоминать о моем детстве. Очень классная штука. Я их очень любила. И та, что у меня была в Советском Союзе, я ее обожала. Ладно, следующее. Следующее, я не помню, показывала я вам или нет. Я в Second Hand купила вот такое вот, видите, это сделанное из стекла. Вот это, вот это черное. Это они своим фломастером написали здесь цену. Вот им надо было свою цену писать здесь. Это нужно как-то смыть. Может, этим спиртом, я не знаю. Но эта штука, видите, как она идет, тоже вот так вот делает такой звук. Значит, по-английски это называется Wind Chime. Что значит, что оно на ветре, что оно делает такие звуки. И эти штуки, я не знаю, кто их придумал, но они вешаются на улицу, то есть на балкон или за окно. И вот когда там ветер, вот так вот оно звенит. То есть это считается, что отпугивает плохих духов, плохую энергию и привлекает хорошую энергию. И лично я это купила, потому что я люблю очень сильно дизайн. И я вижу, что это сделано, ну, дизайн, это не тяпляп сделано. И когда солнце светит, вот эти вот цвета зеленые, они такие, знаете, цвета извлекают. В общем, это такое очень нежное, очень такое красивое. В общем, я это купила. Я не помню, по-моему, оно стоило 2,99 в секонд-хенде. Следующий, я хочу вам показать сумку. До того, как я ее покажу, хочу немного сказать о ней. Значит, у нас в секонд-хендах, это в нашем штате, в каждом штате по-своему. Но у нас в секонд-хендах, когда среда, то для пенсионеров 30% скидка. Есть такие гудвиллы, где они дают скидку всем, абсолютно всем, не важно, сколько тебе лет. Но я хочу сказать то, что когда вот эта среда, то у нас в секонд-хендах идет тьма, тьма, тьма людей, женщин. Эти женщины, они такие, как я. Я не могу сказать, что они на пенсии. И когда вывозят тачки, они по средам тачки вывозят у нас очень часто. То есть ты там можешь стоять час, и за час две тачки вывезут. И они вывозили все эти тачки и с одеждой, и со всякой всячиной. И вы знаете, женщины налетают, вот как коршуны, да. И у меня было такое, что вот вывезли тачку с одеждой, и две женщины на нее налетели, и так тачку поставили к стене, что я не могла обойти эту тачку. И все, что я могла, я могла схватить все сумки, что там висели на ней. Я их схватила себе в тачку, чтобы потом увидеть, что же я там такое схватила. Потому что к одежде подступиться я не могла, физически. Я схватила эту сумку, не зная, что это. И эта сумка, когда я ее вблизи увидела, здесь вообще написано Гуччи. Не знаю, что это такое, волосы, что поцарапано. Сумка эта не в очень хорошем состоянии. Эта сумка где-то восьмидесятых. Сейчас вам покажу углы здесь. Это настоящая кожа. Да. Где-то здесь, да. Видите, вот здесь вот, щесана эта кожа. Так, кусок. Но я это указала на ebay. Я его выставила. Значит, сумка эта от компании Гуччи. Гуччи, Италия. И дизайн этой сумки и стиль этой сумки называется Джеки О. То есть, эта сумка, этот дизайн этой сумки был сделан под стиль Джеки О'Насис Кеннеди. То есть, жены Джана Ф. Кеннеди, президента США, которого убили. Насколько я думаю, вы знаете, здесь вот везде написано Гуччи. И этот иконический стиль этой сумки. Сейчас, может, я дальше немного сделаю. Иконический стиль этой сумки. То он и сейчас делается компанией Гуччи. Только, конечно, в более современном виде. Не в этом. Это как бы мама всех этих сумок Гуччи. Сумок стиля Джеки О. У них этот идет сейчас стиль. Вы и сейчас можете купить. Но вот эта вот, лично эта сумка, это не лично, а эта сумка, она винтажная. Значит, замок здесь идеально работает. Вот так вот. Он снимается. Он довольно тяжелый. А на сумке есть вот такие вот. И я уже мазала ее специальным. У меня есть. Что кожа дает, знаете, как бы отдышаться, я не знаю. В общем, ничего не помогает, одними словами. Значит, здесь ее нужно немного почистить. Но здесь, видите, вот написано Гуччи. Сделано в Италии. Это выбит этот номер. Все как надо. Там немножко не очень чисто. И здесь только лишь одно отделение. Одно отделение. Вот такая подкладка. И это буква G. И за сумку эту я заплатила, не знаю, сняла цену. Да. Сумка эта мне стоила где-то 5 баксов. Она была 4 с чем-то. И замок вот такой вот, видите. Так вот он вставляется сюда. Вот так вот, видите. То есть железно. И потом ты вот так нажимаешь. И он вытаскивается. Я эту сумку выставила на eBay за 65. И у меня вчера закончился аукцион. И ее никто не купил. Так что я сижу с этой сумкой. Думаю, еще сегодня ее снова выставить. Я, конечно, указала все дефекты. Вот это вот показала, что здесь. Знаете, есть такие люди, что им как-то пополам, что здесь. А есть такие, что им надо, чтобы вообще в идеальном состоянии. И за очень дешево. Ну что, такая сумка Gucci где-то стоит 800 в магазине. Я не имею в виду именно вот эта сумка. А тоже вот этот же стиль. Вы можете пойти на eBay и написать Gucci J.K.O. И там выпадет миллион стилев этой сумки. Куча людей их продает. Но такая же сумка. Один в один, как моя. Единственное, что та сумка была в идеальном почти что состоянии. Та продалась за 250. Окей. Так что, я вот не знаю. Есть такая компания. Она находится в другом штате. Чем они занимаются? Они чинят очень высоких. Именно вот эти Gucci, шмучи. Они чинят туфли. Они чинят сумки. И я не знаю. Там цена, я думаю, будет немаленькая. Но может оно будет того стоить, чтобы они мне, знаете, как... Ну, я знаю, как это сказать по-английски. Ну, починили вот эту штуку здесь. Да. Вот это. Это нужно, чтобы новую кантовку сделали. И чтобы они сумки дали новые, знаете, как... Я не знаю, как это сказать. Отшлифовали ее, что ли. Чтобы не было на ней всяких... Вот таких вот штук. Так что... Ну, я считаю все равно, что за 5 баксов купить сумку Gucci. Где еще ты купишь сумку Gucci за 5 долларов? И тем более, что это настоящая, абсолютно настоящая сумка. Следующую сумку я хочу вам показать. Можете сказать, что за идиотка пошла накупила кучу говна. В общем, эта сумка, она мне очень понравилась. Она у них висела на тележке в Second Hand. Видите, здесь как косой сделано. Это запачкано. Вот это как косой сделано. Это из... Как под золото, да. Ну, конечно же, это не золото. Плетеное такое, с кожей. А золотое такое, под золотое. Здесь вот по бокам два кармана. Здесь вот такая вот ручка. И хочу заметить, что это лайковая кожа. Она такая мягкая-мягкая. Не знаю, как... Ну, я не знаю, как еще вам это описать. Очень-очень мягкая лайковая кожа. Здесь вот это магнитный такой замок. Вот так вот, видите, он идет. И я увидела тут же, что эта сумка не какое-то там фуфло. Извините меня за такой язык. Но это логотип от компании Тори Бёрдж. И это у нас в Штатах известная фирма. И даже ношенные вещи этой фирмы продаются за неплохие деньги. Я как-то в Сэконхензе, только не в Гудвилле, а в ином я нашла кофту, женскую блузку точнее, от этой компании. И там все пуговицы, маленькие-маленькие-маленькие пуговицы. Но они все были с вот этим вот логотипом. Это ее логотип. И у меня ту женскую блузку купили за 50. Так что, когда вот видишь фирменные вещи, то они даже ношенные, вот так вот неплохо продаются. Значит, здесь идет такие два кармана. Думаю, телефон сюда класть. Так, ну здесь тоже еще есть карман. Вот такой большой на змейке. И я вижу, что змейка сломана. Я этого не видела в Сэконхензе. И здесь еще какая-то фигня от кого-то осталась. Значит, змейка здесь сломана. И этого, видите, я не видела. Значит, если чинить эту сумку, это нужно будет, чтобы змейку чинили. Какое здесь дно? Дно здесь, я вижу, не так плохо и выглядит. На подкладке, да. Но эта сумка, она очень симпатичная. Но, знаете, какой здесь большущий минус. Может, даже мне ее не стоило покупать. Вот что здесь на дне. Я не знаю, что это. Или это что-то с кожей было. Или это куда-то ее поставили. Потом, знаете, ее так рванули. И она была приклеена. В общем, большой здесь дефект. Это белая. Я думаю, что замазывать это даже не имеет смысла никакого. Может, я могу выставить и продать в том состоянии, в каком она находится. Может, где-то за 25. И видите, какая была у него цена. Я еще не сняла этот тег. В общем, цена у него была где-то 5 баксов. И видите, они в коже. Вот это вот делают эти идиоты в секонд-хенде. Так что, я не знаю, может, я ее так выставлю, как она есть. Все это укажу, какие дефекты. Может, за 25 у меня ее кто-то купит. Она очень большая эта сумка. И если вешать на плечо, то так того белого там, конечно, не видно. Она же внизу. Поставлю ее, думаю, на аукцион. Ну, а так она очень мягкая. Классная когда-то была сумка. Следующая, я еще в секонд-хенде хожу по поясам. Это я недавно начала это делать. До этого я этим не занималась. Вот нашла такой пояс. Видите? Я считаю, ну, это женский. И я думаю, что поскольку здесь вот такая вот большущая, с такими... Это, конечно, не настоящие камни с такими камнями. То я думаю, что это... Знаете, вот так вот одевается этот пояс. Сейчас здесь вот эта штука. Вот так. И вот так вот его одеваешь на платье. Чтобы сделать платье приталенным. Этот пояс. Сейчас я вам покажу. Я, кстати, много поясов купила. Но мне нужно их вначале найти, куда я их положила. Потом я их повыставляю. Я, кстати, на той неделе продала один пояс ношенный. И он, кстати, вот здесь вот был побитый от Майкл Коррис. Мне его купили, по-моему, в зала 22, что ли. Я не помню. Ну, где-то 20 с чем-то. А пояса все в секонд-хенде у нас стоят по 99 центов. Видите? Ну, в общем, по доллару. И этот пояс от компании Каши. Я не знаю. Я так называю эту компанию. Это Ларч. Видите? Здесь написано. Я не знаю, что это за джи написано. Здесь написано, что сделан в Канаде, а не в Китае. Что это итальянская кожа. И здесь вот их сериал. И сам этот пояс, он очень красивый, я считаю. Это настоящая итальянская кожа, как вот они написали. Здесь он всегда нужен вот здесь вот. Потому что если человек много... Очень сильно, ну, заношенный пояс, то здесь будут всякие такие дефекты, и вы не хотите такой пояс покупать, потому что его никто у вас не купит. И здесь вот такая пряжка. И 99 центов, я думаю, я его выставлю где-то за 20. Мне одна женщина написала, что как тебе не стыдно деньги делать? Ну, что я за такие деньги залупляю? Что это продаю? Ну, я надеюсь, что вы не вчера же это родились. И вы должны знать, что любой магазин, любой бизнес делает себе надбавку. Иначе какой был бы смысл этим заниматься? Потому что они платят своим... Я не знаю, если это магазин, то они платят своим продавцам. Потом нужно платить за помещение, за свет, за воду, все эти коммунальные услуги. У магазина они тоже есть. И точно так же у меня, потому что я еду. Я, знаете, я трачу свой бензин. Я делаю износ своей машины. Самое главное, я трачу свое время. И поэтому я делаю надбавку. И этим я как бы оплачиваю себе свою зарплату, потому что я работаю сама на себя. Я не могу сидеть в этом офисе. Восемь, там, я не знаю, семь часов. Обычный рабочий день. И на кого-то вот это работать и кому-то подчиняться. Я, кстати, вчера, я сделала видео. Я вчера ездила, я работала в церкви. Ну как, я за бесплатно им работала, помогала за то, что до этого они мне дали пойти, ну, сделать покупки, шапаться. Шапаться здесь называется. И, вы знаете, я, когда мне давали указания, и все, что я там видела, а видела я там немало, к сожалению, я имею в виду не очень хорошего, то я подумала, боже, какое же счастье, что я сама себе начальник, что я не должна с этим сталкиваться каждый божий день, потому что я даже не знаю, как бы я могла это вынести. И что самое, знаете, такое большое, что меня там, я бы сказала, даже шокировало, что меня поставили в отдел, в этот женский бутик. Бутик – это, знаете, когда там очень высоких дизайнеров вещи. И нас было двое, то есть двое продавщиц. Я еще одна женщина, она была американка. И вот к нам пришла женщина, ну, покупательница, потому что они впустили людей. Вчера был вообще там сумасшедший дом, и вы увидите на видео, немного сняла, не на этом, на следующем, может. И эта женщина, она покупала шубы. То есть у них были абсолютно из настоящей норьки шубы. И эти шубы стоили по 50 или по 25 долларов. То есть вообще цены смешные. Мне шуба не нужна, поэтому я ее даже не покупала, хотя думаю, что нужно было купить, я бы могла ее продать на eBay. Но дело в том, что я уже вчера была такая настолько дико уставшая, что я уже не понимала, что там вообще делается. Но вот это вот, я вообще была в полном шоке. Значит, эта женщина, она покупает шубу. И вот эта вторая продавщица, американка, она подходит ко мне, и она, ну, она очень тихо. И знаете, когда вот так, я не знаю, как это сказать, когда, знаете, она так вот открывает, и она мне шепотом шепчет, показывает, что там, на этой шубе, сбоку, весь шов абсолютно разошелся. И она этой женщине, покупательнице, она ей ни слова не сказала. Потому что, когда я продавала, я им все показывала. Если я что-то видела, какой-то дефект, там у одной юбки, она была на этих булавках, я ей показала, я спросила, вы это видели? Или когда одна женщина покупала сумку Kate Spade. И вот из сумки Kate Spade, у нее, сейчас вам покажу. Ну, это не такая была сумка, там была полосатая сумка, но вот здесь вот на углах, вот это Kate Spade. У нее были эти углы, знаете, какие-то, ну, изношенные. То есть, вы извините, было вот так видно, что они изношенные, что его так постоянно ставили, поднимали, стали, поднимали. И этой женщине, потому что сумка стоила 25, я ей показала, я ей сказала, вы это видели? Тогда я это видела, я знаю все. Потому что я хочу, чтобы, знаете, покупатель был доволен, потому что назад они это сдавать не могли, и чтобы люди это видели, потому что вот я купила эту сумку, ну, конечно, полностью моя вина. Это я видела, что вот здесь вот какая-то внизу, но если бы я видела, что здесь еще сломана змейка, то я бы ее, думаю, я бы ее не купила бы, даже за пять. Вот. Потому что, знаете, это у меня место занимает, и все. Так что, я была в полном шоке, что там вообще происходило. Это видно, но он весь в блесках, и вообще он как в идеальном состоянии. Так, и цена его была 99 центов. Я вот подумала, я всегда вот ищу верлыки на шарфах, и вот нашла этот ярлык, да. Я вижу, что он вот такого цвета, этот цвет всегда, этот цвет вообще компании Burberry. Я стала искать, я нашла. Видите, здесь, значит, он настоящий этот шарф, абсолютно настоящий, как я это знаю, а я это вычитала, кстати, что, чтобы узнать, есть ли настоящий шарф от этой компании. ой, я не вижу ничего абсолютно. То, в общем, здесь, видите, написано, что он кашемировый, и шарфы от компании Burberry, они всегда должны быть сделаны в Скотланд, в Шотландии, по-моему, да, Скотланд. Напишите мне, если я не так сказала, Скотланд, Шотландия, нет, или Швеция. в общем, здесь где-то написано Made in Scotland. Я этого, видите, меня не вижу. Здесь вот эта штука, она держится на честном слове. В общем, я пыталась найти этот шарф, я имею в виду вот этот дизайн на интернете, и найти я его не смогла. если может кто-то знает, потому что мне кажется, что вот этот выпуск этого шарфа, что это называется Limited Collection. Знаете, когда вот они у этой компании, у Burberry, бывает, что они вот на Рождество, на Новый год, они выпускают только лимитные какие-то вещи, и больше их не выпускают. Так что мне кажется, что вот этот шарф, что он вот такой вот лимитный коллекшн. Он вообще в идеальном состоянии, в нем нет никаких ни пятен, ни заносок, ничего, и он очень сильно теплый, и он очень длинный, и я его как одела, мне так было тепло, и самое смешное, где еще, в каком магазине, или где я смогу купить настоящий неподделку шарф за 99 центов. Ни в каком. И это уже второй шарф, который я нахожу вот в этом Гудвилле от компании Бюрбери. Так.